Новое время в Европе и Северной Америке ознаменовалось складыванием капиталистических отношений. В странах Азии и Африки продолжало существовать традиционное общество. Целью урока, посвященного традиционному обществу Востока, является изучение основных процессов политического и социально-экономического развития стран Азии, а также определение особенностей восточного феодализма в новое время. Изучая содержание темы, мы выясним, какие государства существовали на Востоке в новое время, определим важнейшие черты традиционного общества, рассмотрим основные процессы политического и социально-экономического развития стран Азии, а также объясним закономерности и особенности развития цивилизаций Азии в новое время. Обратите внимание на условные обозначения, которые помогут вам определить, какую информацию необходимо запомнить, какие задания нужно выполнить в тетради. В ряде цивилизаций Азии сложилась своеобразная система государственного управления, земельных отношений и общественная иерархия, которые были основаны на отношениях господства подчинения. Одним из главных различий западноевропейской и азиатских цивилизаций в новое время было существование в последних государственной собственности на Землю. Главным собственником всех земель на Востоке выступало государство в лице Верховного правителя. Вспомните, что было характерно для общественных отношений в средневековых цивилизациях Азии. Какую роль играла религия в организации общественной жизни стран Востока? Поставьте видео на паузу и запишите в тетрадь характерные черты традиционного общества. Наиболее распространенной формой земельных отношений на Востоке было условное землевладение. На территории Османской империи и в государстве Великих Моголов продолжала действовать форма условного землевладения, известная как военно-ленная система. В Китае утвердилась государственная надельная система. Вспомните, что представляла собой система равных полей, введенная в Китае в период существования империи Тан. С течением времени все больше земель в восточных странах попадало в частные руки. В Османской империи переход земли в частную собственность привел к концу XVI века к упадку военно-ленной системы. В Китае же, когда большая часть земель перешла в руки крупных землевладельцев, государство взяло на себя роль главного распределителя доходов. Императорская власть обязала крестьян отдавать часть своего урожая не только землевладельцу, но и в государственную казну. Поставьте видео на паузу. Изучите схему распределения доходов с земли в Китае на странице 260 учебного пособия и ответьте на вопрос, какая система распределения доходов с земли, на ваш взгляд, наиболее отвечает нуждам государства. Напомним, что в Японии с XII века продолжала действовать военно-феодальная система сёгуната. Политические правители, сёгуны, происходили из числа князей – даймё. Их земли находились в наследственной собственности. Даймё имели широкие права, вплоть до запрета государственным чиновникам вступать в их владение. Князья не выплачивали налог в сёгунскую казну. Владельцы мелких поместьй становились вассалами крупных землевладельцев. Самураи, получившие наделы от князей, также становились их вассалами. Сёгунам Токугава принадлежало около четверти всех земель. Поставьте видео на паузу и проанализируйте схему особенностей традиционных обществ Востока на странице 259 учебного пособия. Выполните предложенное задание, составив сингвейн, характеризующий традиционное общество. В новое время на Востоке сложилось несколько крупных империй. В Османском государстве и в империи Великих Моголов господствовал ислам, сосуществуя с другими религиозными традициями. Восточная Азия традиционно находилась под влиянием китайской цивилизации с преобладанием конфуцианства и буддизма. Территория между Восточным Средиземноморьем и Юго-Восточной Азией стала местом существования трёх великих мусульманских держав. Западную часть занимала Османская империя, центральную – персидское государство династии Сефевидов, а на Востоке, в Индии, оформилось государство Великих Моголов. Поставьте видео на паузу и изучите предложенную картосхему. Найдите на ней указанное государство. Османская империя охватывала территории Юго-Восточной Европы, Запада Азии и Северной Африки. При султане Селиме I, прозванном Грозным, империя значительно расширилась. Став хранителем Мекки и Медины, султан сделал Османское государство халифатом. Завоевание Египта означало контроль над Средиземноморской торговлей специями, тканями и ювелирными изделиями. Османский флот превратился во властителя восточной части Средиземного моря. Поставьте видео на паузу. Изучите картосхему рост Османской империи на странице 261 учебного пособия и найдите на ней территории, присоединенные к Османскому государству Селимом I. Наивысшего могущества Османская империя достигла при Сулеймане законодателе, прозванном европейцами Великолепным. Он расширил свои владения в Европе за счет земель Габсбургов. Завоевание иракских земель обеспечило туркам доступ к Персидскому заливу. Никто из восьми султанов, пришедших к власти после Селима, не мог повторить его успехов. Поражение Османской империи в результате неудачной осады Вены в 1683 году и провал военного наступления в Венгрии значительно подорвали ее авторитет. Кризис военно-ленной системы, сепаратизм землевладельцев, военно-техническое отставание от европейских государств, постоянные войны привели в XVIII веке к потере Турции и самостоятельности в международной политике. Поставьте видео на паузу. На картосхеме «Рост Османской империи» на странице 261 учебного пособия найдите территории, которые были присоединены к Османскому государству при Сулеймане Великолепном. В XVI веке на территории Северной и Центральной Индии и Юго-Востока Афганистана возникла империя Великих Моголов. В 1526 году войска Делейского султана были разгромлены армией узбекского правителя Бабура, провозгласившего себя падишахом. Золотой век Могольской империи связан с правлением Акбара Великого. В начале XVIII века империя распалась и в дальнейшем стала легкой добычей английских колонизаторов. Поставьте видео на паузу. Изучите таблицу, связанную с деятельностью падишахов Бабура и Акбара. Из дополнительных источников информации узнайте, чем прославились другие правители Могольской державы. На картосхеме империи Великих Моголов на странице 262 учебного пособия найдите территории, которые были присоединены к Могольскому государству при Акбаре. Напомним, что в XVI веке в Китае продолжала править династия Мин. Со второй половины XVI века удорожание серебра и обесценивание медной монеты значительно затрудняли для народа выплату налогов. Китайские города были перенаселены. Негативным фактором развития Китая стала политика самоизоляции страны. Чтобы ограничить европейское влияние, в 1517 году был введен запрет на торговлю для португальских купцов. Однако уже в 1557 году были разрешены ограниченные торговые операции через порт Макао. Неурожайные годы и война с северными племенами манчжуров привели к крестьянскому восстанию 1628-1647 годов. Этим воспользовались манчжуры. В июне 1644 года они вступили в Пекин и провозгласили правящую манчжурскую династию Цин. Манчжурский Китай покорил Тайвань, Монголию, Восток Туркестана и Тибет. Данниками Китая были Северный Вьетнам, Бирма, Корейское государство Часон. К концу XVIII века в Китае стали очевидны кризисные явления. Растраты, коррупция, крестьянские восстания, социальная нестабильность, политика самоизоляции способствовали увеличению разрыва в военном и техническом развитии между Поднебесной и Европой. Это и определило дальнейшую судьбу Китая – попадание в зависимость от государств Запада в XIX веке. Поставьте видео на паузу. На картосхеме Китая в середине XVII-XVIII веков найдите территории, где произошли крестьянские восстания. Территории, завоеванные династией Цин. Место разрешенной иностранной торговли. В начале XVII века в Японии завершилось создание централизованного феодального государства. В ходе длительной междоусобной войны феодальных группировок победу одержал княжеский дом Токугава, установивший контроль над всей страной. В 1603 году объединивший страну Иэйасу Токугава принял наследственный титул Сёгуна. С этого времени и до 1868 года Японии управляла династия сёгунов Токугава. Подумайте, какую роль играл император в Японии во время правления сёгуната Токугава. Вторая половина XVII-XVIII веков стали периодом политической стабильности и экономического процветания Японии. Развитие коммерции и мануфактурного производства сделали Эдо, Осаку и Киото важнейшими городскими центрами. Политика же самоизоляции Японии, начатая в 1630-е годы, содействовала сохранению мира и политической стабильности. Негативной стороной самоизоляции стали установления на долгое время в стране жёсткой феодальной системы и отсутствие знаний о достижениях Европы. С помощью дополнительных источников информации узнайте о трёх великих сёгунах, завершивших объединение Японии. Система государственного управления и социальная структура восточных обществ имели свою специфику. Власть правителя на Востоке была сильной, но не обязательно абсолютной. К примеру, в Османском государстве султан вынужден был опираться на местных правителей. В Японии в период сёгуната Токугава задачу по укреплению государственной власти взяли на себя сёгуны как верховные политические правители. В Китае во главе государства стоял император, опиравшийся на разветвлённый бюрократический аппарат. Обратите внимание на предложенное задание. Поставьте видео на паузу. Создайте и запишите в тетради Гекс элементальную карту, особенности государственного управления в Османской империи, Японии и Китае. Выясните значение понятий из предложенного облака слов. Обратите внимание на изменения в китайской модели управления во время маньчжурского господства. Маньчжуры в целом сохранили традиционную для Китая структуру управления, но сами они имели статус наиболее привилегированной группы. Нововведением стала маньчжурская система восьми знамён. Каждое знамя являлось военно-административной единицей. Гарнизоны восьмизнамённой армии были разбросаны по всей территории государства. В мирное время знаменосцы вели своё хозяйство, занимались сбором налогов и другими административными функциями. Китайцы также были допущены к этой системе. В случае войны каждое знамя предоставляло определённое количество бойцов. Самостоятельно изучите таблицу «Структура армии эпохи Цин» на странице 266 учебного пособия. Подумайте, какое значение имела каждая из структурных подразделений знамённой армии. Используя дополнительные источники информации, узнайте о функциях каждого из знамён. Обратите внимание на государственно-религиозную регламентацию жизни общества в Японии. Полицейско-бюрократический аппарат и система круговой поруки позволяли сёгунам контролировать повседневную жизнь городского и сельского населения. Напомним, что в Индии сохранялось разделение на касты. Принадлежность к той или иной касте была наследственной. Она определяла род занятий человека, его место в обществе. Переходить из одной касты в другую было запрещено. С помощью дополнительных источников информации выясните, что представляла собой сословная структура Китая, Японии и Османской империи в новое время. Подведём итоги. В государствах Востока в новое время сохранялись традиционные социальные структуры. Опора на традиции, жёсткая социальная иерархия, преобладание аграрного уклада, а также доминирование государственных и коллективных интересов над индивидуальными были неотъемлемыми чертами традиционного общества Востока. Крупнейшие политические центры Востока, Османская империя, Индия, Китай и Япония имели свои особенности в системе государственного управления, земельных отношений и общественной иерархии. Значимую роль в традиционном обществе играла религия. На Восток стали проникать европейские идеалы и ценности, которые содействовали постепенной модернизации традиционного общества. Поставьте видео на паузу. Предлагаем вам закрепить полученные знания. Выполните следующее задание. Составьте флайер или пост для социальных сетей об одном из традиционных обществ Востока – Япония, Китай, Индия, Османская империя. Составьте схему, отражающую отличия восточного и западноевропейского феодализма. Домашнее задание. Если вам все понятно по теме, то выполните блок заданий под номером 1. Если у вас были затруднения при изучении темы, то блок заданий под номером 2. По желанию можно выполнить индивидуальное задание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...